Живописная тишина леса на несколько дней стала тренировочной базой молодого поколения поисковиков. Ульяновские клубы кинули клич еще зимой, кадетские классы, исторические клубы. Просто неравнодушные к делу сохранения истории молодежь. Объединяйтесь под единым знаменем памяти. Лагерь делаем не первый раз, но в таком масштабе, чтобы можно было собрать все поисковые объединения на его территории, то впервые. А ранее в 2016 году мы такой сбор проводили на территории Чердоклинского района у села станции Бряндина. Там собирали тогда еще и количество самих объединений отрядов поисковых. Конечно, было достаточно небольшое в регионе. Поисковое движение прирастает новыми участниками. Радует, что много среди новичков молодежи. Подготовка к первой вахте всегда основательная. Техника безопасности должна быть на высоте. Знания АЗОВ, первой медпомощи. Вдохновляет личным примером. Вахта памяти – это важно, это нужно, не мертвым, это надо живым. У нас в Чердоклинском районе с 2014 года есть поисковые отряды. Я руководитель поискового отряда с 2014 года. И мы ездили по школам, то есть родители, дети, учителя знают, что ребят, ну и ежегодно участвуют. То есть у нас дети приняли участие с детей школ в экспедициях. У нас очень хорошие учителя, скажем так, которые преподают очень интересные лекции и очень часто, что самое главное, очень полезные и интересные. Не сухая теория, а живая история учит не только обращаться с оборудованием, но и наводить мосты. Легенда лагеря «Гость из Сербии» Братислав Живкович делится не только историческим базисом, а вкладе братского народа в победу над общим врагом, но и личным опытом прохождения через огонь войн. Не было войны в истории, где сербики не были добровольцы в русской армии. Либо в Сербии не такие войны, где русские не приезжали, как добровольцы и на помощь сербскому народу. Взаимовыручка и взаимопомощь. Обитатели лагеря, дети и их взрослые наставники, новички и более опытные товарищи, большая семья. Их сплотило общее дело. Впереди еще немало интересного. У каждого здесь в скором времени будет возможность почувствовать на себе огонь сражения. Не по-настоящему, на военно-исторической реконструкции. Вера Мещерякова, Юрий Давыдов, репортер 73.